Торжественное шествие с иконой святого князя Владимира из Павловского кафедрального собора открыло празднование на Соборной улице в Гатчине. Крестный ход прошел до Центральной площади, где и отмечали тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. Празднования продолжились концертом духовной и современной музыки, народного фольклора, прозвучали известные патриотические и лирические песни. Среди пригородов Санкт-Петербурга Гатчина занимает особое место. Город является заповедным как памятник градостроительного искусства прошлых веков. В день тысячелетия представления святого равноапостольного князя на главной площади перед его иконой совершили молебен. Князь Владимир обидел людей сначала именно мечом и огнем. То есть проявлял какую-то силу по отношению к народам, которых он хотел объединить. Но в какой-то момент понял, что, наверное, есть нечто другое, надо что-то менять. И менять нужно именно и другое, чтобы дух твой изменился. А он мог измениться только с принятием православия. Мы будем вспоминать князя Владимира, его подвиг не только как прошлое, а как настоящее, вдохновляться его образом. Праздничная концертная программа включала произведения духовной и современной музыки. Концертный хор «Троица Сергеевой пустыни» исполнил знаменный распев. Именно это богослужебное пение было основным во времена равноапостольного князя Владимира. Песни на самом деле очень хорошие. Я давно не слышала, когда в одном концерте был собранный такой репертуар, который именно трогает душу. Действительно какая-то появляется гордость за свою родину, это поднимает патриотизм наш. Особенно в праздничном концерте зрители выделили спектакль на основе жития святого князя и летописей. Актеры показали удивительные изменения князя после принятия христианства. Владимир стал иным после крещения. Он сохранил в себе все лучшие качества, которые имел прежде, отвергнув все свои пороки. Вера, которую Владимир почувствовал, почувствовал, что именно ее, именно византийскую, христианскую веру православную нужно принять. И Бог помогает нам на протяжении всего этого тысячелетия. На центральной площади Гатчины протеерей Георгий Преображенский зачитал праздничное послание патриарха Кирилла, в котором так говорится о святом князе Владимире. Сей равноапостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный идеал праведной власти, направляющий человека и общество к Богу, к жизни по его заповедям.